здравствуйте друзья мы тут отправляемся по хозяйственным делам за покупками и вопросик тут у нас был на канале говорят как вот значит американские врачи лечат простуду там грипп видимо у детей и взрослых я там точно уже не помню на ходу но поскольку у нас анна являет собой так сказать американскую жизнь она замужем за американцем жила в диких совершенно местах там в аризоне в техасе это я подразнив значит вот там тоже люди живут правда не такие уж они и дикие это абсолютно абсолютно значит анна как вообще американцы относятся к тому чтобы детей лечить у врачей вот у вас две маленькие детки вот как ваш муж американец относится я знаю что они сейчас простуженные чего муж говорит так ничего не говорит к врачу они в принципе ходят редко это все видимо начинается от вопросов страховки и вот этих хотя у нас страховка есть мы могли бы в принципе сделать и пойти к врачу но считается как-то вот то если не серьезно болен то и ничего врачу уходить как-то так как отличается сильную от нас советских людей которые учиха уходили врачу у нас в целях видимо проверки там или еще чего-то make sure что у тебя там не какой-нибудь там я не знаю воспаление легких что там это не то и не то и не сё и анализы все сдай здесь они как-то заболели и заболели и даже в школе справок не требует как ни странно просто приходишь говоришь я болел все но у них отводится справок о чем не требует что ты болел достаточно там родителям сказать просто в офисе что ребенок болеет а то есть по факту ну да у нас в россии требовали справки всегда поэтому не врали а здесь как бы не надо сказал я болел и все хорошо вот допустим ваш муж американского воспитания мужчина значит видеть что ребенок там чихает и сопливец там что-то такое что он сделает не одно что смешно вы тогда говорите мы все вместе посмеемся физические картинки начинают всплывать в памяти становится страшно после того как как мы это себе видим вот я там свое детство помню там меня заводуют в одеяло там лекарствами напоют горячего чаю дадут горячего молока еще там что еще и в казахстане так было или уже в кургане и там ну я в казахстане родилась и выросла поэтому в казахстане так и как-то там вот ты лежишь под этим одеялом с горячим молоком там температуру тебе сбивают грелка картофельными очистками дышишь картофельными очистками дышишь и что только не гуляться так и все равно выздоравливал за неделю полторы-две то есть не сразу в любом случае так школа-то приходил через какое-то время так и температура тоже не спадала в первый же день после того как тебе там нет не спадали чего дали нет в общем американцы этого всего не делают и все то же самое я не понял ну а то есть они не лежат под одеялом это сто процентов они не не дают горячего молока они не дают горячего чая они пока не холодно более того расскажу как моего мужа сыновья от первого брака выпадать если что-то дают хоть что-то или готов простите не думаю все или как температуру снижая понижающие дают лекарства если она поднимается сильно высоко то есть или но там детский то ли ну и от кашля сиропчики вот хорошие со вкусом вишни до ягодок идите нормально пьют не отказываются с удовольствием пьет младше отказывается старше так дальше чё так вот сыновья у него когда болели в каком возрасте 17 18 уже здорово мужики здоровые мужики в общем уходит кашляет там видно что там температура туда сюда и подходит себе и там значит воды из холодильника и льда туда начинает это дело пить именно с целью оздоровиться или просто даже не задумываясь то есть он болеет у него болит горло он кашляет не добавляем температура то есть он просто пьет воду как если бы пил будучи здоровым да или он пьет воду специально чтобы подлечиться нет вот как как бы он делал если бы он не болел и значит у меня начинается какой-то шок я пытаюсь объяснить что что такое делаешь тебя на там горячий чай он на меня смотрит не понимающими абсолютно глазами я пытаюсь зайти в google и найти какие-то подтверждающие факторы для себя чтобы я не в не просто там как будто бы была боль да что-то научно подтверждающие найти ничего не могу найти как ни странно на русском я провела наверное часа два в этом интернете и на русском и на английском на русском еще более-менее совет эти все есть так но на английском их просто нет мы заедем в ближайшие русские или туда к постка подойдем какой нас устроит и тот и тот и тот все отлично у нас здесь ближайший так и в общем как бы в англоязычных источниках я не нашла никаких подтверждений того что там холодная вода как-то тебе повредит хотя в принципе не рекомендуют пить воду комнатной температуры когда ты болеешь то есть вот но так чтобы прям вот говорить что ты сейчас помрешь если выпьешь воды со льдом нет такого я помню когда мы только приехали из каким-то врачом из наших советских бывших разговаривали но действующим практикующим врачом американским и женщина была она говорит вы знаете что интересно вот существенно быть последовательным в том как ты это делаешь то если ты привык например простуду теплом значит надо теплом а если ты привык ее холодом надо холодом но вот не не чередовать вот такая была правда сколько я миллион раз видела маленьких детей у которых начинаются сопли и они продолжают бегать с голыми ногами босиком по холодному там кафельному чуть ли не кафельному полу проходят сопли потом проходят друзья если вы хотите уже сегодня жить по-американски не начинайте если вы этого до этого не делали они мне кажется с детства они с детства да да очень опасно конечно не меняете в конце концов приехать сюда вы тоже сможете себе вскипятить чайник и выпить горячего чайку хотите с малиной пожалуйста мы сейчас едем в русский магазин там малина продается хотя бы американских есть маленько есть до малина малина здесь есть вот и может быть знаешь что давай скажем пусть вот те кто нас смотрит оттуда пусть пока они там они в полной мере насытятся тем чего здесь нет например вот как черная смородина например правда вот как-то нет не продать не растет вот и надо из канады что-нибудь привезут там но но в виде там компота какой-нибудь вот так просто нет друзья кушайте черную смородину она полезная вот и думайте о том что в америке такого желтник тоже здесь его нет я видел что растет но я не видел чтобы продавали да но я как-то я и в россии его как-то не очень у нас на даче на даче был ну что о болезнях значит учителя вот что что сделает учитель если видеть что ребенок там у него там износ потекло ничего не сделает скорее всего даст салфетку не мы кстати в начале года когда они закупают все сапплайс на на целый год на школу на школу на на класс обычно не на школу на классы не закупают то есть там сдаешь либо деньги либо ты приносишь эти сапплайс списком мы приносили списком то есть это не школа обеспечит а родители скидываются да либо они скидываются и потом учитель покупает или кто там у них как интересно нашей школе нам дают список чего купить и прям говорят вот карандаши такой-то марки ручки там такой то чтобы у всех детей все было одинаково финал и вот именно такие и вот мы это все покупаем как бы и там в обязательном твоем списке стоит две пачки с этих салфеток я извиняюсь это вы в частную школу ходите да да это в частности так мало того что там деньги плач еще и на сапплайс на я вас умоляю это раз в год 100 долларов ну хорошо я просто за справедливость переживаю я знаю людей которые ходят в паблик скулы они делают то же самое вот так вот так друзья как это знаете в песне про как это была песня про анну каренину как она под поезд бросилась песня была ну песня была правду каренину и про льва толстого и про все эти безобразия так вот а и там кончалось словами вот так поступали дурные кокетки питавшие царский режим а мы мы в наступающий год пятилетки на рельсах еще не режим ладно идем в магазин